в общем ребята я решил проверить как меня было слышно как я все это читал все это поэтому мне пришлось остановить запись я просмотрел сохранил все и понял что под конец меня вообще не было слышно из-за динамической музыки в итоге я решил попробовать сделать потише но именно в записи потише будет а микрофон погромче и теперь посмотрим что с этого получится так доски и крыльца тихонько запищали то преследователи поднялись по ступенькам у меня соскальзывали пальцы никак не получалось защелкнуть замок погоди у меня вообще включена музыка в игре или чё я не слышу да включена а чё музыки нет ну ладно у меня соскальзывали пальцы никак не получалось защелкнуть замок стиснув зубы я дернул железный набалдашник что такое набалдашник загоняя запору проемы планки я таращился на дверь за преградой тонкой и жалко бесполезное одеяло как кто-то стоял хриплое дыхание проникала в дом и накатывала волнами отчетливо пахло хвоей и потом мама взглянула выглянула из кухни и бесстрастным голосом каким часто говорил с отцом отчеканила что конкретно тебя не ясно в просьбе не хлопать дверьми я случайно я покосился на дверь запах исчез вместе с ним и дыхание если там и правда кто-то дышал здесь пяти метрах от мамы страх понемногу ослабевал стоял как снежок в тепле а вместе с ним и остатки сил ноги подогнулись я уперся в стенах чтобы не плюкнуться на пол вдруг мамина лицо изменилось ледяная маска строгости и отстраненности мигом слетела мама стояла такой же какой была до всех этих ссор она наконец увидела мое состояние мои облепленные грузиями 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 давайте нормальные русские блин слова шо за грузиями грузинов что грузинским снегом до мокрые штаны ты где был я тебе говорила а чтобы ты из дома сидел что ты дома не выходил понял сидит дома блять малой а ты блять свалил да там как ты это посмел сделать вообще не послушал мать чуть не сдох кровь увидел перчатку увидел пацана не нашел это только обосрался а не по запаху страха наверное да почему или что он тут живет я и для тебя пустое место испугался что она расплачется потянулся к ней как в детстве когда просилась на руки на мама успокоилась и вновь стала прежней глаза ее блеснули страстью блять страсть серьезно стали голоса звенел у отца сигареты пропали признавайся ты их стащил курить бежишь там там мной кто-то гнался и я думал меня меня пытаясь объяснить я начал зайкаться слезы поступили куку гору мама склонилась и обнюхала меня по звериному выискала запах табака так бывает друзьям если сигарет пропадает тебя за подожди значит тебя будут всего обнюхивать и это уже звериный инстинкт как тут было уже сказано но не всегда это правильно и и не всегда это правда потом хмуро прищуриваясь и с недоверием посмотрела во двор и тот же изменивший лицо прикрыл рот ладошкой люди вон же они прямо у забора сердце лихотрачно забилась вот я снова был добычей и загонщики преследовали меня поле я готов был поклясться снаружи кто-то заскребется в дверь точь-в-точь как в моем кошмаре он поманил пальцем и я кое-как набравшись смелости выглянул пухон на окно лицом к своему страху сквозь зимние узоры на стекле были едва видно кошмарные силуэты барахтавшихся в снегу собаки всего-то мелкая свора дворняк без имени хозяина лишь издалека напоминающих голодных страшных живущих у кромки леса божечки ты их испугался да они сами припугались тебя антон они гнались за мной словно за зайца а вдруг они нет а вдруг они бешеные улыбка немедленно исчезла с вами на лица и теперь вам осмотрел по-другому словно впервые видел этих собак а что если они нападут на волю мам вот бы отец их всех перестрелял мама не живые что ты уже определись они тебе друзья или браки не маленькие ведь уже помог мукнула а мне сделалось невыносимо обидно так что я перекусил язык блять почему пригласил губу и оставился затянутый получим получим на получим тянетом тянетами это паутина получили как их ниточки тетива науки тетива вот это что-то подобие можно сказать паутина только еще тончий угол до сыщик из меня никуда и рисковал я не жизнь перед чудовищными монстрами а своими брюками перед плохастыми собаками и ради чего все сдалась мне это варежка ну конечно в руке чапку на темная липкая рукавица пропавшего мальчика который как оказалось я не расстался все это время вот мой козырь настоящего детектива я поспешил до 9 улику маме но смотри это воина варежка ну того про которым утром милица спрашивала она вся в крови на дереве и села вот там могу показать да милицию скорее позвоним как нас участковый просил мам гляди фу на скрившись в моем лице появилась тень недоверия словно воспоминания о чем-то давно забытым так люди пытаются вспомнить сон но образы и скользают а ну-ка прекрати сейчас же оля тебя услышит с ума сойдет она и так не спит на все подряд жалуется еще и ты со своими шуточками теперь я видел что мокрая варежка была от снега не понял это шо воображение серьезное до пацана такое воображение чтобы сначала кровь теперь никакой крови и бать пацан ну ты даешь конечно то собаку во сне придумал как она тебя сожрала то на варежке вместо снега кровь капец у тебя воображение друг дружок давай полегче а то ты так состаришься и не заметишь за 10 лет уже будешь 20 лет уже стариком седым а стыда хотелось сквозь землю провалиться иди сюда поненек да не стой столбом вот таблетку пей быстро на моей ладони плавала золотистая пилюля напоминающую мертвую осу и я я уже пил сегодня за завтраком попри поприрекайся мне еще сказала дома сидеть нет же был бы отец выбором сейчас же выпей а то ночью не уснешь тебе ведь в школу завтра пришлось проглотить горькое лекарство запил его не менее противной водой с привкусом хлорки может это был может это было и не волочкина рукавица может и не рукавичка вовсе как и чудовище из леса и воля на сова я схожу с ума что со мной происходит то ли таблетка подействовала моментально то ли перевозбужденный мозг не подпускал страх пришлось спокойствие зеботное безразличие спим антон выпил можешь если захочешь раздевайся уснул что ли нет мам просто задумался интересно о чем же так глупости всякие мама смирила меня подозрительным взглядом словно сомневалась что перед ней родной сын а не какой-то придворщик явившийся из леса точно все нормально вот такое лицо когда милиционер про окно спросил все нормально мама она глубоко вздохнула хорошо дом будто изменился подускнила диванная обивка на кафеле ванной отпечатки следы чьих-то пальцев лампочки светили иначе тускло и желто даже припуск слюны во рту казался другим со второго этажа послышала мелодия аладдина поля пересмотрела свои любимые сериалы русалочки и переключилась на другие кассеты я неспешно разделся задержался перед умывальника разглядывая в зеркало свое отражение словно изучая ребус найти отличие смотри у него тут робот у него трансформер а еще нельзя черепашка у него все тут есть и замок и самолет но истребители динозавр дай нам выключать норму потом поднялся по лестнице мокли колоса джафара и ягу я прошел мимо аулиной спальни и и юркнул в свою комнату один из ящиков стола опустовал туда спрятал варежку где же ты вова получено достижение то есть такое простое действие отняло у меня последние силы я сел на кровать и только тот увидел за шторкой кто-то стоял моя рука бессиленно упала мне кажется тому вина или перестижный стресс но комната колебалась словно ветер надувал стены как парусины углы плыли и изгибались только силуэты между подоконником и гартина оставались недвижимыми ткань облепила предыдущихся гостя точно сова подумая оля кому же еще там стоять я стал с кровати обрезал пересохшие губы оля очень смешно силуэт не шевлился что ромняка обтекала контуры будто не человек а уплотнение мрака я потянулся к школе тук-тук-тук стучало от регулированное таблеточками сердце ветер поле пел строголосым хором на секунду захотелось вернуться на кровать лечь и просто смотри на человека за шторами зная что он смотрит в ответ смотрит не моргая и ждет когда ты уснешь пластмассовые кольца зашуршали о карниз когда рывком отдернул шторку попался да я сразу да я сразу понял что это ты на фоне предсказанного солнца над оленой головой всплыхнул ослепленный ним а где ним не вижу алё что ты представляешь реально фантазия у него жестко словно моя сестра светилась когда воля была совсем крошкой папа частенько говорю что она светится от радости я возражал она же не фонарик чтобы светиться хорошее знаешь хорошего совмещения фонарик и сестра действительно это чё я хочу у него с фантазией вообще поехал головой может от таблеточек маме конечно ну хрен его знает посмотрим может что-то разъяснится но однажды поднес ее к окну и солнечные лучи попали на улыбчиво личико казалось я держу на руках ребенка сутка новой света а я все видела да ну что ты спрятал вылитая маленькая мама еще до того как она нацепила эту маску тоскливо усталости и перешла на приказный дом ничего просто оля подбежала к столу спросила округли в глаза ты что-то украл и теперь прячешь ты вор что глупая ничего не крал спал четкий образ варежка висящая на суку а вдруг я ее украл у леса вскладившийся силуэта за деревьями оля когда хотела могла быть капризной и напористой покажи тогда поклянись что никому не скажешь тогда покажу ворчево улыбнулась клянусь маминым сердцем клятва услышанная идея в старом фильме про пионеров что мы смотрели однажды не говори так оля кинула и жестом заперла рот на невидимый ключ и лопытство переполняло ее плескалась в огромных глазах я выдвинул ящик и уля наклонилась затаив дыхание казалось там лежала не просто рукавица а какой-то диковинный зверек это чья-то варежка она сказала это с какой-то интонацией будто сама не могла понять что это такое один мальчик потерял и сам потерялся теперь понимаешь как опасно вылет в лесу особенно детям ему наверное там очень холодно его найдут обязательно участковые по домам ходят всем фотографии показывают оля с опаской пришла по комнате и печатала печатала оконное стекло ладошками а почему он по домам ходит а не полез боится вопрос застал застал меня врасплох кстати реально почему полицейские ходят по домам они по 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 полезу действительно пошел бы в лес уже если бы обошелся дома пошел бы в лес уже нашел бы там хоть какой-то признак для сценарии ничего не боятся и леса они прочесали конечно они бы перчатку заметили друг да как же миленько в затуманенном сознании проверяли ли они в самом потаенных уголках где тьма холод и шепот обледенелых ветвей допустим да ну почему тогда не нашли варежку или она появилась позже для меня я сменил тему словно пытаясь отвести волю подальше от чаще если я сам найду потерявшийся мальчика нам может награду дадут кучу всякого как в поле чудес клёво же более словно не слышал меня она тихо спросила и буравила вес взглядом внимательных каких-то удивительно взрослых для глаз а что если это сова его утащила ерунда не сможет сова поднять человека но вот что что вопрос что я тщительно подбирался слова вытаскивал их силку из переутомленного мозга в лес несусь а мне кажется он какой-то как бы сказать проклятый что ли так сказки нет никак сказки скорее как на той страшной кассете что родители прячут оля перереживалась и украдкой выглянула в окно я видел как ты убегал за тобой кто-то нас нет просто чтобы мама не волновалась пришел домой я смотрю на сестру и сердце обливалось кровью до чего же она хрупкая как легко погасить этот свет подует ветерок и затушит лампу опадку хорошо тебе меня вот мама не пускает даже на крыльцо как принцесса башня сижу никуда не могу быть так и умру тут от скуки не придумывай от скуки еще никто не умирал у тебя же есть я и мультики а мама с папой скоро помирятся знаешь чтобы я загадал на следующий день рождения чтобы родители тоже в детстве превратились в детей детей не в детстве а детей превратились и мы бы все вместе играли как раньше а если бы они стали размером жука то мы бы их спичечным коробочком посадили поля хихикнула потянула меня за руку то что пойдем один осмотреть усталость была сильнее желание побыть сестрой меня одолела какая-то гнусная апатия вымотался что-то не хочется ну пойдем мне скучно одной а мама занята все время можно выбрать другой мульти который ты еще не видел да еще нашел кассеты наизусть знаю а вот и не все ты петра пена не видел помнишь ты уснул на середине а там потом такое ну пойдем пойдем давай позже рассказать тебе чем все закончилось утром расскажешь утром не захочу придумала давай в порядке не то ли тогда нарисуем не динозавра оля блин нарисую нарисую знаешь от реально дети обычно так и просят ну как бы поиграть с ними а потом получается момент такой что ты не хочешь не хочешь и со временем они перестают просить там поиграться нарисовать в итоге становятся как-то отстраненными от тебя и одинокими вот так вот поэтому надо ну хотя бы почаще по играться там что-то рисовать с ними что-то делать мультики смотреть хотя бы удержать внимание хоть какое-то потому что я же говорю потом все забудется и все да оставьте меня в покое слова сами сорвались губ даже опешил прежде я так не прикидывал не прикрикивал на сестру ошелленная оля уставилась на меня губы задрожали предвещая неуменную слезы гадливость и стыд заклопотали в груди что со мной происходит я заспешил опередить полин плач ладно уболтала давай посмотрим мультик только недолго уже не хочу я пошел к ней положил ладонь на мягкие волосы пойдем петра пена посмотрим ага ты опять уснешь я улыбнулся поднял ее подбородок глаза были мокрые без донными не усну обещаю а потом тебе целую три цератопса нарисую ура три цер пупс три пет цер пупс ну почти она протерла рукавом она протерла рукавом глаза и засияла улыбкой кстати веселая музыка началась ведешь давай ты покажешь кассету давай ты пока кассету перемотаешь а я вам попрошу сгущенки с хлебом только утром свежий привезли как ты любишь неси только аккуратнее а то разольешь опять рваться будут спорим не разолью кассета где-то в тумбочке поищи пока улечисла в дверях а я поплелся в соседнюю комнату смотри какая комната у сестрички его 1 мишка игрушка 2 мишка 3 мишка 4 погремушка так я просто знаешь вожу-вожу и тут слушать дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-свинья копилка ну понятно что копилка улица броди не настоящего щенка так как папа говорит что содержание его будет дорого бессчетные воли на игрушке самое главное среди них старый пляшевый медведь оля без него не засыпает а когда спит зарывают носиком не у вас мех то самое жуткое одно за которым каждую ночью ли видят проклятую сову караульщицу в темноте днем поля держит шторы раздвинутые но в сумерках плотно зашторивает окна чтобы не видеть глядящие снаружи жадные глаза шучу тут суки издает чпдл ёпта старый мультик чпдл так а давай-ка глазик попа шею пропустил а я ничего не пропустил окей давай включим телек так старый телевизор фотон влился в углу оставалось только щелкнуть кнопкой на передней панели а вот это ты конечно включила и шипит теперь снег не только на улице а еще и в телевизоре ты представляешь снег на улице снег в телевизоре и потом ты окно открываешь и бац снег у тебя дома и снег везде кинескоп нагрелся на черном экране прыгчиво привычно заплясал белый шум и я была потянулся включить видеомагнитофон как вдруг ряд угрел улеглась и на мгновение вынурла размытая картинка это был мрачный тояжный лес точности такой же как у меня за окном искаженная разделяла экран прямо посередине из-за демената доносился нечто зловещее едва похоже на человеческую речь не прошло несколько секунд как пейзаж снова замело помехами неужели ловил много сигнал на местном телевидении показывали только советские мультфильмы да и не и те очень редко а раньше я всегда смотрел робокат роботек перед школой вот же было здорово может пошевелить антенну вдруг поймаю тот самый сигнал но с другой стороны оля просила найти кассету нехорошо будет опять расстраивать и это сонливая сил нет делать все скопом так что ты кассету все-таки поищешь да или а то есть погоди это сюжет меня то есть я мог убежать там нет я не отводи я могу пойти обратно сейчас кладу сейчас был первый первый выбор я пытаюсь помнить первый выбор у нас был получается мы пошли в на кухню сообщили про телек потом пошли на улицу потом второй выбор был взять перчатку или убежать и третий выбор сейчас настроить или искать давай настроим мне интересно настроить что будет если настроить наконец-то изображение стало легче чё чё блядь это могилы не успели обрадоваться что поймал новый сигнал как вдруг телевизор громко закашлял и сквозь какафонию звуков прорвался голос видели его часто диктор именно тогда на экране вырисованы заснеженные холмики поверх которых кривые кресты а мужской волос заунывно и неторопливо взял свой рассказ стояла беспросветная кладбищеская ночь в то мрачное время маленькая сеня встретила свою судьбу в лице чудовищского обли обитателя дикой чащобы местные называют его не иначе как хозяин леса я замер за стараясь не шевелиться словно своим движением мог спугнуть диктора внимательно выслушивая каждое слово зверь разобрался с беспощадной девчонкой по хозяйски камера медленно плыва по запляну чем-то черным снегом высматривая разбросанные повсюду лохматки одежды мне не хотелось думать были бы в них завернуты останки стенечки и я непроизвольно зажмурился голос не приставал волки здесь редко гости вот что проведала нам баба тамара обитательница одного из местных склепов извеченная жизнью и а вот этот видишь микрофончик да она шо курит она реально курит или извеченная жизнью и алкоголем лицо старые бездомные задребежала во все экрана тамара да да нет как там да да бестия страшенна хуже мертвец открытого старуха раз раз я забрызгала сленой прямоугольный микрофон это козырок это заяц козырок и смердит лишь а как вода поглотила сравнение не припомню я такой воли стояла n-то тварю катама где ты мелок сейчас стоишь и таращилась на меня прям по ся день день здоровенно так а глаза стеклянный опять пикнулась радовая ругать говорят что если тебя энтот дьявол заприметит то сунет мешок себя и дело с концом на меня не трогает видать нравлюсь ему вот и зовут меня чертовой невестой что правда то правда опустившись до звериного образа жизни хищник брезгует предпочитать детскую невинную кровь теперь все чаще хозяина леса видят поселениях на периферии нашей родины раздираемые сомнения вымесил это или правда и я почему-то захотел спросить остатки репортажа быстро схватил лежачую на телевизоре кассету и даже не посмотрел что на ней написано я сумму ее видит включив запись накрутил звук и стал внимательно следить за сказающим сигналом хозяином леса его прозвали не так просто ему подчинялись все звери перчаток не пернаты и лохматые они предвестники появления самого чудовища если слышишь вой вдалеке то скорее всего он знает где вы живете если порог дома и стоптан звериными следами а за окном караулят птицы прячьтесь он уже идет за вами а если однажды ночью проснувшись вылетела за вагнет то скоро 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 без тебя без и блять пишите сюда телевизор закрываю закольцевал последнее слово диктора она повторялась опять и опять из писала лучше ну ты козел конечно выглянул в окошко ебаный рушка по спине отбежали мурашки кассета закончилась и теперь перематываю к началу шорох пленки напоминал шелест листвы на ветру и потихоньку рычание зверя я вышел из тупора ткнул пальцем в окно магнитофон выплюнул кассету на них почудилась что она испачкана членях но это лишь свет люстры заставляя черные пластины переливаться не туда заметил обложку питер п п елки я же на питер пена записал поторопился мало того что испортил олен фильм так еще и такой жутью нельзя чтобы сестра это видео слез будет океан я аккуратко посмотрел на дверь коридоре задребежала стаканы скрипнули половицы оля материализовалась дверном проеме ты не смотришь ты не смотришь без меня в руках у сестры был поднос неровно нарезанным хлебом и целой банкой сгущенки опять хорошая музыка пошла нет я пока кассеты ищу ты точно хочешь петербена посмотреть хочу хочу включая скорее а то мама скоро сядет свой бразильский сериал смотреть ну что давай похоже чест а пропустил пропустил справочник откройся а верните пожалуйста о спасибо история вот включай скорее а то мама скоро сядет свой российский сериал смотреть ну же думай и горе сыщик честно мне кажется честно мне как-то петер пен совсем не понравился может лучше русалочку русалочки я уже насмотрелась а ты обещал вот до чего же упрямая придумал давай сначала пару серий черепашек ниндзя согласна улья наступила наступила брови но похоже сдалась она отставила поднос и демонстрировала дивно скривила руки на груди если так сильно просишь откроешь сгущенку порезаться боюсь края острые стоило подняться как перед глазами запрыгали разноцветные точки а онемевшие ноги заколола иголочками и только добравшись до дивана я сообразил что банка была уже открыта оля схитрила обвела меня вокруг пальца под ложечкой я намеревался рвануть к телевизору но сестра передела схватил пульт она победоносно рассмеялась повелся повелся владычица пульта приказывает смотреть питера пена не успел я и рта раскрыть как видик послушно съел злочастную кассету сейчас она включится там черные кресты на безымянных могилах и опустошенный склеп и кровавые ошметки на снегу и безумная невеста лесной твари лучше сказать правду оля не поля столь я тебе конец кассеты нечаянно стер отдай ее мне и возьми любые две мои ты чипа не мог то стереть мы с папой всем кассетам зубики про пластмассовые вломали отверткой теперь ни одно мультфильме ничего записывать нельзя сестра ловко нажава тревольную кнопку play на пульте я внутренне сжался ожидая услышать потусторонний голос диктора но на экране появился дуэль питера пена с капитаном крюком я облегченно выдохнул голова опустилась на ладони тяжелая словно чугунный шар оля довольно улыбнулась отправила кассету мотаться на начало а сама принялась обильно поливать хлеб сгущенкой а когда начался мультфильм она забыла про все на свете словно и правда переместила скадочную небыляндию о которой мечтала всегда что греха таить и я часто представлял себя там в стране где не взрослые не ссорятся из-за пластиковых не слушают ночами ругань за стеной и звон посуды но сейчас страна петропена была особенно далекой от меня мысли тянулись натыкаясь на рогатую тень подстерегающая среди деревьев а замогильный голос диктора преследовал низко скользя над кустами и оврагами так крылатый хищник преследует жертву я будто задмевал с открытыми глазами в реально вернулась резкий окрик сестры тоже скорее штору задерни зачем никто же на тебя не смотрит уже стемнело а когда темнеет прилетает собака я боюсь ничего не поменялось да окей кстати прикольно смотри телек а свет отражается на штору превозможная усталость я слез с кровати и задернул штору чпок и готово старался при этом не смотреть наружу на пике сосен на тайгу которые в сумерках словно приближались к дому хотя конечно это лишь корядущий снег тени создавая впечатление что сосны двигаются тоша мама думаю что я придумал вопросову и папа считает что раз я маленькая то значит вружка особо есть вот честно прежде честно есть она ты же мне веришь что она там каждую ночь прилетает и я взял олю за руку посмотрел глаза словно пытался передать ей каплю смелости и уверенности но если эти качества во мне самом я тебе верю слышишь ты только родителям больше не расскажешь про сову у них и так хлопают по горло они только рассердятся ты мне говори если что случится и в окно не смотри но она хочет чтоб я посмотрела перехочет не перехочет притворись что ее нет и не было никогда что она выдумка как родители говорят ей ждать надоест она улетит друг все а нет не все безумие но после всех событий я все больше верил что олина сова существует мы следили за приключением петер пена будто не было ничего не леса который похищал детей не родители которые поедали друг друга по кусочку капитан крюк улепетанный от крокодила капита капитан крюк улепетывал от крокодила капитан пен направлялся в лондон за золотым парусником чудом я пересидел сестру улени веки слиплись она засопела опустив подбородок на изголовье кровати хор пил финальную песню в диснеевском мире сияла серебряная луна из под этой нарисованной луны внезапно выглянула другая страшная и мертвенная висящая над таяжным вором жуткий репортаж записывался аккуратно на титре мультфильма во рту у меня пересохло пульс участился я быстро посмотрел на Олю она причмокнула губами во сне и стиснул пульт готовый в любой момент нажать на кнопку ух ты я не то нажал стоп промотал запись и оценил сохраненный репортаж а затем бережно затащил кассету защитный зубец оказался на месте я встал осторожно и покинул детскую не зн поди я не то нажимаю я правую кнопку нажимаю надо налево нажимать не знаю проведение это или проклятие но кассету я успел спрятать рядом с варежкой как раз перед тем как заглянула в комнату мама чертова кассета довольна балство завтра первый день в школе ложись тебе надо было спаться не хочешь же ты чтобы тебя все дразнили соней как же у взрослых все просто словно мой крепкий сон будет залогом того что я понравлюсь одноклассникам натянут опять сейчас нажму на правое ну да натянув одеяло под горло я услышал как вормочет дом как в темно углах шуршит кто-то невидимый внутренний голос задался вопросом хочу ли я снова услышать ту странную флейту возможно я взрослее и не могу до конца понять себя и свои желания лес стенал за преградой стен что-то бесплодное бродило по полям шевелилось ветви будто звали и ветер был выл и выл ночью мысли как назойливые мухи что лезли в голову становились вялыми и путами я сам не заметил как провалился в сон заснул чувачок спасибо вы прошли первый эпизод визуальной новеллы зайчик вам понравилось хотите узнать что дальше мы вообще трудимся над продолжением первый эпизод первый эпизод правильно так первый эпизод первый эпизод ну все ну все ребята получается мы прошли первую часть ну вообще она называется пролог типа это пролог но почему-то первый первый эпизод назвали ну не знаю в общем ребята как новелла как новелла хоррорная новелла можно сказать что она очень хорошая так как ну ты видишь я испугался во всех моментах когда она была то есть когда вот собака нас сожрала когда козел выпрыгнул я испугался я реально испугался чтоб ты понимал ну и вот да озвучки тут не хватает может конечно дальше будет озвучка ну тут вообще смотри вот настройки блять заходишь тут озвучка есть где вот скорость вот текст вот авто чтение авто чтение блять где голос где вот хоть что-то сделали ладно вот так все ну а с вами был геймер всем спасибо за просмотр ставим лайк и подписывайся на канал всем пока у